МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ребят, всем привет! Находимся на авторынке «Зеленый угол». Как видите, у нас на улице снег. Сегодня выпал. И давненько у нас не было цен на авторынке «Зеленый угол». Поэтому сегодня будем ходить, снимать для вас цены. Что, сколько стоит? Ребят, всем привет! Ну, как сказал Саша, у нас немножко тут навалилось сегодня. И все это должно замерзнуть после обеда. Но мы все-таки на «Зеленом углу» и будем ходить сейчас по «Зеленке». И хочу вам напомнить, что мы занимаемся автоподбором. Помогаем людям осматривать машины, выбирать машины. Также у нас есть поиск автомобилей. И мы отправляем машины в регион. Так, ну и давайте начнем. Попытаемся с вами отыскать цены в этих небольших сугробах. Как видите, машины еще в снегу, хотя время обед. То есть продавцы сегодня некоторые не повыходили на работу. Будем ходить. Будем искать цены. Естественно, я думаю, открывать машинки мы не будем. Потому что они все в снегу. Снег попадет в салон и так далее. Вот какие-то в снегу, да, какие-то уже немного почищенные. Вот он стоит у нас. Outback, 16-й год. Объем двигателя 2,5 литра. Неплохая комплектация. 1 миллион 600 тысяч рублей. Toyota Prius, гибрид, 14-й год. Тоже хорошая комплектация. Светлый столом, кожаные вставки, линзы, литье. Летняя резина, 925 тысяч рублей. Еще один стоит, 1 миллион 120 тысяч. Stima 2,4 гибрид, ценника нету, 14-й год. Может есть где-то, но спрятался под снегом. Вот они, Prius, задняя часть автомобиля Subaru Forester. Еще один Outback. Forex в снегу, Outback. Пробег, 16-й год, 4 балла, 1 миллион 460 тысяч. Лежит аукционный лист. 102 тысячи пробег на данном автомобиле. Honda Fit Shuttle, 2012 год. Объем двигателя 1,3. Пишут 1,340, как по паспорту, по ПТС. А 565 тысяч. Данный автомобиль, он на туманках, на литье, уже на зимней резине. Так что летнюю резину, ой, летнюю резину, зимнюю резину докупать не придется. Автомобиль купил, сел и поехал. Такие автомобили есть 4 воды, есть просто передний привод. Ну и довольно-таки много разновидностей по комплектациям таких автомобилей. Suzuki Jimi, такой мини-джипик с раздатками, он немного задранный. 15-й год, 07 аукционный лист, ПТС, 3,5 балла, 585 тысяч. Стоит вот такой мини-джип на литье, на зимней резине, с ярко-красными брызговиками. Еще один Honda Fit Shuttle, пробег 52 тысячи, 14-й год, голубой цвет, тоже гибрид, цена не указана. Toyota Novo, 2015 год, двухлитровый мотор, реальный пробег 94 тысячи. Есть в статистике лежит аукционный лист RA. По кузову, по кузову надо, ребят, смотреть, что с ним происходит. 8 мест, двухлитровый, эти фары, линзы, массивная решетка, туманки, зимняя резина на литье. Такой полноценный автобус, полноценный семейный автомобиль. Ниссан Сирена в черном цвете, гибридная версия, резина, лето, но лето жирное. Цена, цена спряталась где-то под стеклом. Дальше Toyota Rush, тоже такой паркетничек небольшой. Десятый год, 4WD, комплектация G, лимит, пробег 40 тысяч. Цена, цена у нас спряталась. Toyota Corolla Fielder, это уже рестайл, то есть бампер, другую фару, другие, решетка, установлены туманки, без литья, на летней резине. 4WD, полтора литра, 745 тысяч рублей. Пробег 106 тысяч, RA, кузов тоже надо смотреть. Так, напоминая, Fielder у нас бывает, как данный автомобиль, это 4WD, есть передний привод, есть гибридная версия автомобиля. То, что, допустим, он гибрид передний привод, а внешне никак не отличается, за исключением там шилдика, то, что написано гибрид. Еще один Fielder, в ярко-синем цвете, тоже на летней резине. 16-й год, полтора литра, передний привод, пробег 94 тысяч. Посмотрите, как он переливается на солнце. Рядом стоит Honda Jade, 15-й год, это тоже гибрид. У него, знаете, фары такие интересные, участвуют во льду. Вот с этой стороны, посмотрите, видите, две линзы стоят, стоит родное литье, ну, резина, тоже лето, 985 тысяч стоит такой автомобиль. Давайте посмотрим на мини-хаммер, Suzuki Hustler, белый цвет, фондера, летняя резина, родное литье, черный салон, 14-й год, 499 тысяч стоит автомобиль. Toyota Corolla Axel, тоже рестайл, 625 тысяч, 2015 год. Аукцион есть в статистике, оценка 4CC. Вот он лежит, аукционный лист, покраска задней левой двери, покраска заднего левого крыла, покраска, покраска порога, 625 тысяч стоит вот такой автомобиль. Toyota Spade, такой черный цвет, линзованный, 16-й год, полтора литра, цена 580 тысяч рублей. Аукцион 4 балла, пробег 73 тысячи, кстати, цена, цена довольно-таки, ну, хорошая, вкусная, за данный автомобиль. Чем, значит, примечателен, вот именно Spade, там, порты, аналоги, да, у них с левой стороны дверь идет одна, она сдвижная, салон просто огромный. А с правой стороны, с правой стороны дверка две, они распашные. Вот задняя часть автомобиля, багажник, соответственно, открывается он наверх. Автомобиль такой подойдет для, не то что для семьи, да, наверное, как и второй автомобиль в семье. Очень удобно для, именно для девушки, женщины, для мамы с детьми. Практично удобный автомобиль. Toyota Siento, но это уже новый кузов, автомобиль полностью обновился, автомобиль 2016 года. Ребят, цены здесь нету, да, я просто хочу вам показать такой автомобиль. Значит, они есть 4 ВД, есть передний привод, а есть полноценные гибриды. Это минивэн, боковые двери идут сдвижные, кстати, бесключевой доступ в автомобиль. Три ряда сидений, то есть автомобиль практически тем, что у него третий ряд сидений, он прячется под второй ряд сидений. Допустим, взять какие-то другие автомобили, минивэн и микроавтобусы, да, они как-то вот, то по бокам, то еще куда-то. А здесь, если его спрятать и кто не знает, то что в этом автомобиле три ряда сидений, может даже об этом и не догадаться. Стоят они, ну, как бы ценник разный, гибрид, не гибрид, 4 ВД, гибрид в районе, наверное, 900, где-то так будет стоить. Далее идет всеми любимый Honda Shuttle гибрид, 16-й год, 750 тысяч рублей он стоит. Знаете, цена, цена подарок за 750 тысяч за 16-й год. Да, как бы он на летней резине, на летней резине, но за такую стоимость можно и будет прикупить, конечно, себе зимнюю резину. Внешний вид автомобиля, такие обтекаемые формы. Рядом стоит филдер, ярко-оранжевый цвет, резина тоже летом, без ключевого доступа автомобиля нету, есть повторители, 16-й год, полтора литра аукционный, 770 тысяч стоит данный автомобиль. И вот он, смотрите, вот он стоит, филдер, да, это уже дори стайл. Видите, да, как бы и фары, и решетка, и бампер отличаются. Давайте покажу вам. Стоит 660 тысяч. В задней части автомобиля покажу. По заду, ну, естественно, это бампера, да, не знаю, вот так, наверное, будет видно. Бампера, стопори, все отличается. Рядом стоит Toyota Alleyone, всеми любимый седан. Цена здесь не указана. Давайте посмотрим автомобиль для зимы. Nissan X-Trail, 13-й год, рестайл, кроссовер, 1 миллион, 20 тысяч, черный цвет, литье, тоже летняя резина. Неплохая комплектация, все закрыто. Вот этих вот X-Trail, 31-х кузовов, их очень мало осталось. Хотя, допустим, мне вот этот автомобиль, он реально нравится. Вот смотрите, всеми любимый, он стоит, 184, ввд, 960 тысяч он стоит. Автобус, гибрид, налитье, кстати, вот который гибридной версии, да, вовсе там новых идут. Они идут с мотором 1,8, которые не гибридны, они идут с 2-х литровыми моторами. 14-й год, извиняюсь, 1 миллион 160 тысяч рублей. Ладно, еще один филдер, 14-й год, 4 ввд, 730 тысяч рублей. Вот я вам показывал спейд, а вот он порте-порте. То есть, ну, сзади немного, там фарики другие, да, и передняя часть автомобилей тоже отличается. По салону практически все, практически все один в один. ProBox, неполноценно, да, такой рабочий автомобиль. Вот раз ProBox, вот два ProBox. Резина зимняя, аукцион 4 балла, 15-й год, цена, цена, цена 500, по-моему, 500 тысяч здесь было указано. Вот еще один стоит, кстати, грузоподъемность на них багажного отделения, 400 килограмм. Все закрыто. Продавцов единиц, 15-й год, 475 тысяч. Стоит вот такой ProBox. Suzuki Swift, 15-й год, мотор 1,3, пробег 70 тысяч километров, указано на этикетке 465 тысяч. Стоит такой вот автомобиль. Рядом стоит Honda Vezer, 14-й год, 995 тысяч, передний привод. Есть автомобили в гибридном исполнении, да, есть автомобили гибрид, 4, вот, да. Вот здесь точно еще продавцов не было, никто, увидите, туда же не ходил. Toyota Rush, 8-й год, 665 тысяч. Есть статистики. Honda Step-вагон, 15-й год, 4, в ВД, 930 тысяч. Nissan Sirena, 2012 год, гибридная версия автомобиля, 735 тысяч. Давайте дальше посмотрим. Toyota Aractis, hatchback, есть передний привод, есть 4WD. Да, зато цены нет. X-Trail в 31-м кузове, ну, как видите, да, наличие автомобиля есть, то есть рынок, он заполнен. Постоянно, астаможен начали выпускать автомобили, авоскоп автомобиль, то есть автомобили заводят, завозятся. Honda Spike, 16-й год, 4WD, цена тоже не указана. Toyota Vezh, это предыдущий кузов, пробег 76, аукцион 3,5 балла, 620 тысяч гибридных автомобилей, таких не бывает. Есть передний привод, есть 4WD. А вот он стоит, Vezh, уже в новом кузове. 14-й год, Vezh, он, конечно, изменился и по салону, он довольно-таки хорошо изменился, и внешний вид, и по техническим характеристикам. Двигатели 1,8. 14-й год, 4WD, 845 тысяч рублей. И вот он Asiento в гибридном исполнении, 15-й год, 8-й месяц, аукционный лист, подогревы сидений, 830 тысяч. Стоит автомобиль. Subaru Impreza в ярко-красном цвете, в хорошей комплектации. 17-й год, 2 литра, есть все, 1 миллион 20 тысяч рублей. Зимняя резина, литье. Кстати, вот есть Raktis, да, где он стоит, я уже потерял. Где-то стоял Raktis. А есть Subaru Trezi. Автомобили, они полностью одинаковые. Даже смотрите, вот Leibos Subaru, да, Trezi. А стекла Toyota. По салону, по всему, по двигателям. Все один в один на таких автомобилях. 4WD, 16-й год, JG-комплектация, 650 тысяч. Рядом Suzuki Solio, типа Riccardo, чуть побольше, 15-й год, 4 камеры, электродвери, шторки, мультируль, Krimat, Anti-Use, 585 тысяч рублей. Гибридное исполнение автомобиля. Honda Fit, зимняя резина, литье. Сейчас посмотрим. 4WD, 600 тысяч, не гибрид. Fit и у нас есть передний привод, есть гибридные, есть не гибридные. То есть, в зависимости от комплектации, устанавливается либо робот, либо простой автомат. Honda Shuttle, 15-й год, гибрид, 825 тысяч, датчик при столкновении установлен. Туманки тоже у нас имеются. Еще один Shuttle, тоже гибрид, 4WD, 850 тысяч. Смотрите, Mazda, Mazda Axel, Sport, 15-й год, полтора литра, линзованные фары, резина летняя, на родном литье, 4WD. Скажите, а сколько стоит Mazda? 835 тысяч. Хачбек. Покажу заднюю часть автомобиля. АВД. Откроется, не хочет открываться. Здесь открылась темный салон. Небольшая тканевая вставка, дальше идет везде пластик, тканевые сидения, лифт сидений, мультируль, отключение айстопа, антибукса, корректор фар, корректор фар, 180, климат-контроль, центральная часть, два подстаканника, монитор, зеркало заднего вида, бардачок, все стандартно. Стандартно, кто-то вот хотел посмотреть, говорит, почему, почему Mazda не снимаете? Да потому что мало, очень мало. Второй ряд сидений, широкий подлокотник для задних пассажиров, два подстаканника. Все-таки может получится открыть багажник. О, открылся. Сзади шторочка вот такая установлена. Ну и багажное отделение, такого неплохого объема запаски нет, уйдет ремкомплект на данном автомобиле. Вот, смотрите, стоит еще одна, но это уже стоит 780 тысяч. Сейчас попытаемся раскопать год, ничем мы с вами здесь не раскопаем. Ну это вот, наверное, она, о, она открыта, отлично. Смотрите, дверная карта все то же самое, сидения все те же самые, но данный автомобиль, он идет на крутилочках. Пятнадцатый год, полтора литра, 4 ВД. Тоже идет мультируль на этом автомобиле. 780 тысяч. Макселла нам тоже изменила форму, то есть и задняя часть автомобиля стало намного приятнее. Передняя стала такая прям хищная, единственная, допустим, что мне не нравится, да это такой низкий свес бампера. Резина лето, ведь я нету, на штамповках. Honda Fit, гибрид, L-комплектация, L-комплектация, линзы, туманки, резина лето, литье, гибрид, кожаные вставки. L-к этот L-к это, скажем так, предпоследняя комплектация, да, предмаксимальная, максимальная. В это идет уже S-комплектация. В виде грядка Fit, то есть раз, два, три, четыре, на той стороне еще стоит. Давайте посмотрим, синий, сколько стоит. Кстати, этот автомобиль стоил 670 тысяч, да, видимо, в честь снега сделали скидку за 660 тысяч. В синем исполнении 670 тысяч стоит автомобиль. Допустим, вот этот по комплектации, смотрите, у него дачка при столкновении нету, у этого установлен датчик при столкновении. Следующий, третий, Fit, вообще 630 тысяч, пробег 58 тысяч на этом автомобиле. Honda Fit Shuttle, пробег 42 тысячи, 675 тысяч стоит он. Ален, цены нету, Honda Vezel, стоил 1 миллион 90, продается за 1 миллион 70 тысяч. Z-комплектация, Z-это очень хорошая комплектация. Следующий, 1 миллион 55 тысяч, пробег 32 тысячи километров. Toyota Vitz, передний привод, 2014 год, 540 тысяч стоит автомобиль. Кстати, Vizs появились в гибридном исполнении, но это уже свежие года. На авторынке зеленый угол стоит один такой автомобиль. Рядом стоит Impreza, 4 воды, зимняя резина, на литье, климат-контроль. Автомобиль 2018 года стоимостью 915 тысяч. Понавезли очень много гибридов. Вот стоит новый Prius, Prius Alpha 1 в синем исполнении, в черном исполнении, в красном исполнении, в белом. То есть абсолютно любые цвета стоянка. Видите, за вот этими автомобилями тоже стоят одни гибриды. Aqua Alpha, Vishnu Vishnu, Vishnu гибрид. Очень много автобусов, сейчас мы к ним подойдем. Но здесь, к сожалению, цен нет. Здесь нужно звонить, узнавать, сколько стоят вот эти автомобили. Видите, рынок пустой. То есть все-таки многие сегодня, даже продавцы, не повыходили на работу. Вот это просто пообдувало ветром, что-то уже подтаяло. И покупателей сегодня практически нет. Outlander, гибрид, 2013 год, 2 литра, 4 ВД. И вот они стоят, автобусы. Кстати, кто-то спрашивал про Бианту, да, Бианту найти. Биант, к сожалению, вот таких вот автомобилей на авторинке «Зеленый угол» их очень мало. Но это, наверное, самый такой объемный, да, большой автобус в своем классе. Очень много тоже автобусов в гибридном исполнении. Ребята, смотрите, зашли на стояночку, да. К чему это ведем? Пополнение автомобилей, ну, реально автомобилей очень много. Обычно здесь стоит вот этот ряд, да, вот этот стернерят. А тут аж в три ряда практически автомобили встали. Поэтому был, был реально очень хороший завоз японских автомобилей на авторинок «Зеленый угол». Даже вон, вон туда вот в конец, позвонили автомобили, когда их там никогда не стояло. Toyota Prius 20-й кузов, юбилейная комплектация, 535 тысяч рублей, полноценный гибрид. Четыре воды, таких автомобилей не бывает. Mazda, 16-й год, 1,3, аукцион, пробег 50 тысяч, 579 тысяч. Ниссан ДС Рестайл, 4 камеры, 355 тысяч рублей. Стоит такой автомобиль. Хонда Спайк, нет, это не Спайк, это Хонда Фрид, полная пошла. Кстати, все авто, вы знаете, очень много вопросов поступает. Полная пошла, не полная пошла. Нужны какие-то доплаты, там, оформления. Ребят, все вот эти автомобили, это полная пошла. Дополнительные затраты, да, это только на оформление автомобиля, госпошлина, страховка и так далее. Mitsubishi Outlander, 13-й год, 2-х литровый, 4-е воды, 1 миллион 75 тысяч рублей. Стоит такой автомобиль. Это, наверное, да не, наверное, самая большая стоянка на нашем авторынке, на зеленке. В принципе, с этой стоянки все начиналось. Видите, тоже, она вся забита. То есть, ну, есть какие-то, да, там, седина какая-то небольшая. Автомобили очень много. Вот стоит акцию, видите, как бы, а не почищена, только стекло немного оттерли. 2017-й год, полтора литра, же комплектация, 840 тысяч стоит автомобиль. Хонда Шаттл, 2016-й год, 880 тысяч рублей стоит. Такой автомобиль, гибридное исполнение, хорошая комплектация, кожаные вставки. Сзади вот такого плана, вставочки интересные. Сидушки вот так у нас трансформируются, зажимаются. Это такой полноценный универсал, да, с хорошим багажником. Вот она, задняя часть автомобиля. Камера заднего вида установлена. Багажное отделение. Здесь вот такого вот плана полочки идут. Очень удобно. Небольшая ниша в багажном отделении. Ладно, друзья, на сегодня будем заканчивать. Вот этот автомобиль, наш подписчик попросил нас проверить. Сейчас будем его проверять. На сегодня все. Всем пока.